Так, показываю, как выглядит дирхлама. Мы поменяли доллары по курсу 3.65. В аэропорту, кстати, мне советую менять. Советую менять в Молох уже и в городе, потому что так выгоднее. Первым делом по прилету мы решили опробовать настоящий мак, невкусная точка. Вот. Чикенбургер. Я взяла салат Цезарь. Он большой, значительно отличается от русского. И настоящая картошечка. Кстати, вот я возьму вот этот салат. Я просто просила маленькую. Ну, посмотрите. Красота. Итак, снимаем первое впечатление нашего номера. О-о-о-о. Может, он нам не понравится. О-о-о. Так. Вроде бы выглядит... Неплохо. Я вообще очень странно выгляжу, так что не обращай внимание. Балкон. Ой, а как его? А, где блока? О-о-о. Ох ты, ёшкин нахорёшкин. Васик у нас тут. Спасибо. Ой, спасибо, спасибо, спасибо. Просто спасибо. Ой, как тут? Я не понимаю. Так, ну номер офигенский. О-о-о, спасибо большое. Спасибо. Так, с подсветочкой тут всё заиграла. Нам включили подсветочку. Заходим. Ой, ну красота. Прям вообще класс. Хороший. Шкаф. Мам, ты что, бабушку в огороде сушишь сейчас? В общем, вон она. Мама обозревает YouTube в Дубае. Какие с Миндос. Мася, как ты... Зажгём под Моргенштерна. Так, девочки, сейчас вам покажу, что я взяла с собой в Дубае. У меня тут такая большая косметичка. Мне подруга Литарила из Victoria's Secret. Ну и, конечно же, я взяла с собой Дейсон. Примероваться, делать свои укладочки. Показываю, что обвестилась в эту косметичку. Вот такой небольшой пакетик. С украшениями разными. Масочка для лица. Девраны сожитого. Масло для волос. Показываю предыдущим влогием. Вот такой маленький бутылёк масла от L'Occitane. Ну и вроде правильно, да, называю? Мне он очень нравится тем, что прям увлажняет кожу. И маленький бутылёк миндального масла, мне кажется, не помешает в такую игру. Парфюм, которым я сейчас пользуюсь в мини-версии. Дальше SPF 15 от Levrana. Levrana мне очень нравится, потому что состав безумно классный, без химикатов. И у меня кожа склонная к аллергии, и прям Levrana заходит мне. Дальше. Дальба. Спрей я буду таскать просто с собой по дубаю, обшикаться. Потому что, опять же, невероятно жарко, невероятно сухо. И умывалочка. Вот Dr.Jart. С чайным деревом. Просто на каждый день умывается. И резиночки давно заказала на шеину. Огромный набор. Осталось немножко... Просто для каких-нибудь там укладок, косичек. Так, девочки, мальчики, мы с мамой доверились. И вот такой образ на пляж. Это у нас, кстати, такое кафе есть. Ну, правда, цены такие нормальные. В общем, вот такой у нас отель. Классный. Мне прям очень нравится. Сейчас мы пойдем на пляж. Кстати, наш прошлый отель. Ну, это я была, по-моему, в 2018 или 2019 году в Дубае. Это вот Марина Бегинс. Он тоже неплохой, но сейчас у нас получше вариант. Здесь классно то, что... Ага, спасибо, меня чуть не сбили. Здесь классно то, что бассейн на крыше. Такой вайп вообще. Чувствую себя где-то одновременно и в Лос-Анджелесе, и где-то в Испании. Что они? Дубай, Дубаем. Здесь атмосферно, но... Ребята, это что за Анапа? Очень похоже стало на какую-то Анапу. Стало очень много народу по сравнению с тем, что было в 2019 году. А это прям капец. Сейчас, я не знаю, что-нибудь будем делать, решать. Позагорать и поплавать хочется. Так, мы видим Starbucks. Это не Stars Coffee, который мы привыкли видеть в Москве. Вот. И сейчас зайдем, закажем себе что-нибудь. Я капец, как давно здесь не была. Ребята, посмотрите, как тут красиво. Ну, нереально, да? Это такой вот Starbucks. У меня айс-салатэ карамель. Самое смешное то, что я случайно перепутала имя и забрала в общем-то какого-то другого парня напиток, а там еще стояла и извинялась перед ним. Ну, в общем, капец. Как по ней правдушно? Как по-настоящему? Просто я подумала, второе имя, это твое было имя, а там Орха имя было. Какое? Орха. Я подумала, Олга. Но они не поняли русское имя Оля и написали просто Стейси везде. Я даже придумала, можно сказать, Стейси, а не Настя. Тоже не первый раз писать. Так, небольшой обзор. Мы зашли в супермаркет. А, помнишь, мы с бабушкой Гинтербуз взяли, который стоит бутылать? Здесь, кстати, в Дубае очень дорогие фрукты и овощи. Это самое дорогое, что здесь вообще существует у них. Вот, если у нас, допустим, еще по нормальной цене клубника, у них там она будет стоить космических денег, как крыло самолета. Поэтому будьте аккуратны с этим, если будете в Дубае брать фрукты. Кто фанат сладостей? Здесь есть абсолютно все. Абсолютно вся запрещенка. Вот эти вот стучки шоколадные я давно в России не видела. Орео. Вот давайте сравним цены. Вот сколько тут? 5, да? 12, 13. Ну, как бы, чуть-чуть дороже, чем в России. Я не скажу, что здесь дешево и типа тут выгодно закупаться вообще нифига. Вот такая вот я нарядная. Собралась ходить по набережной. Еще зайти в магазик. И что еще? Наверное, пофотографироваться. Очень классное платье от Мак. Прям... 19 дирхам стоит сметана. Настя. Сметана в Дубае. 11. Которые, блин, я покупала в Москве. Увелка. Увелка 20 дирхам. Не больше. I'm packing. Что мы купили в Дубае для номера. Здесь просто розги. Что-то, по-моему, тут куриное. Очень захотела я вкус детства. Вот эти вот конфеты. Обожала. Их перестали продавать. Спасибо! Так, ну, ножик. Сыр. Апельсиновый сок без сахара просто very natural. Это вроде бы творожный сыр, но мы не уверены. Хлеб. И ананас. Я очень хочу сейчас ананас. Всем доброе утро. Мы пришли на бассейн. Сейчас будем делать контент для шоума. купальников и купаться, а потом пойдем на завтрак. У нас очень красивая веранда на завтраке. Но что-то такая жара, что даже уходить не хочется. Вот мой завтрак. Это тут сыр. Короче, все подряд. Фрукты тут, оладушки с нутеллой и апельсиновый сок. Амбассадоры моих вообще купальников на отдыхе. Это Poppy Up. Их очень классные купальники, поэтому, девочки, если хотите, обязательно заглядывайте. Так, ребята, вверх я пошла в номер, потому что я захотела что-нибудь перекупствовать. А что у нас тут есть? У нас есть вчерашний разбив. Вот, возьмем вчерашний разбив и ННС. Так, вот так. Пока я все время рассказываю. Рассказываю, какие сегодня планы. Мы должны сегодня пойти погулять днем. Посмотреть, что тут вообще по кафешкам рядом. Может быть, пообедать где-нибудь. Вечером мы должны пойти в Дубай Молл. В планах сделать шоппинг. Небольшой. Может быть, сувениры купим. Сегодня мотив вот такой. Не на лифты, не нажали. Дай эту карту. Карта там. Где в Перу на театре? Ну, куда? Ана Маджи. Да, меня наняли, чтобы я вот так шла и снимала ее. Настя, иди. Сейчас улетишь куда-нибудь. Мама заказала рис с курочкой. Нам принесли вот такой соус и огромные соки. Посмотри, какой рис интересный, необычный. Короче, у нас походу сегодня отменяется шоппинг в Дубай Молле. Мы идем на выставку по итогу. Мы решили зайти в Дубай Марину. Так, давайте. Мы зашли в BSM Body Works. Закупились тут. И пришли в курс. У нас здесь одна цель. Это купить пиджак из льна. Такой черный. Вот, да. Я бы такой себе хотела бы купить, но был бы он черный. 800, 95. Можно попробовать? Так, из вечернего. У нас сегодня айс латте. Карамель. И мы купили, я решила попробовать морковный торт. Что-то захотелось. У нас прямо в самом разгаре идет брекхаст. Вот такая тут у нас отельная веранда красивая. Так, девочки. У меня девочки, мальчики, все мои друзья. Я так не поеду на пляж, но мне что-то так понравился этот образ. Прикольно смотрится. Сейчас будем переодеваться и поедем на какой-то дикий пляж, на который нужно ехать час на такси. Вот, наверное, больше. И такси стоят туда 100 с копейками. Дирхам. Вот это около 2000 рублей. Но говорят, что там очень красиво и пляж намного лучше, чем на Дубай Марине. Я, кстати, насчет линз. Я ношу очки и вот такие вот линзы. Я раньше вообще противникам линз. Считала то, что они мне не подходят, я их не умею надевать. Ну, и на тот момент, как даже было месяца два назад, я очень тяжело их носила. Мне прямо было дискомфортно всегда. И тут просто растал какой-то переборотный момент, что я поняла, что в очках еще не удобно. О, это что-то ничто. Короче, я поняла, что в очках ходить не всегда удобно. Лето это хотя бы эстетически красиво. Ну и в очках мне как бы тоже нравится. Но постоянно ходить по очках я не знаю, у кого плохо со зрением. Если у вас такой гон или нет, у меня есть. Я не хочу, чтобы меня ассоциировали с ними. Просто в какой-то момент меня начали с ними ассоциировать, и типа Настя не существует без очков. И мне такое как бы не особо нравится. Почему мне еще раньше линзы не нравились? Потому что, представляете, я не знала то, что их нужно носить не более 6 часов. Если ты носишь их более 6 часов, у тебя, ну, глаз высыхает. А я этого не знала. Я могла в 6 утра там пойти в школу и перед сном их снять. Вы прикиньте, получается, я с 6 до 12 ночи, как бы говоря, ходила в одних линзах и считала это нормальным. У меня глаз, конечно, высыхало, я чувствовала дискомфорт. Конечно, у меня было неудобно и неприятно, поэтому я их особо и не любила. Так, чтобы вы понимали, мы сейчас где-то здесь, да? А, нам нужно вот сюда, ну, то есть вот, да? Сколько ехать? А приехали мы вот отсюда где-то. Мы с горем пополам приехали. Вот такой вход. Дубай, Пабл, Спаркс. Ну что, друзья, новостей, мы забыли кепку. Почему это происходит именно с нами? Почему? Мы забываем вообще всё. Это была моя кепка. Нью-Йоркер, любимая. А таксисты этого мы поймали вообще не через предложение, но, соответственно, всё. Свидули, помню. Так, ну здесь вроде бы довольно симпотно. Сейчас дойдём до пляжа. Мы в парке. Мамзар или Аль-Мамзар? Аль-Мамзар. Аль-Мамзар. Ну, скажу вам так. Здесь мне намного больше нравится. Пляж напоминает что-то типа Мальдив. Очень красиво. А не сравнится с Мариной бич. Что там сейчас происходит. Единственное, здесь, получается, я так понимаю, три пляжа, три острова. И перебегаешься пешком. Это достаточно не быстро. И под палящим солнцем это, конечно. Там ещё есть одна пляжа. Три. Ну давай уже здесь пришпакуемся. Кстати, здесь, чего хочу сказать. Вот такие вот есть типа беседки, и это бесплатно. То есть ты тут не плачешь за рюкзак, за зонтик. Это вся история бесплатная. Так, обстановка вот такая. Мы выбрались из нашей беседки полежать на песочек. В общем, было велено снять на блок вот эту вот царицу. В общем, сегодня одни девушки. Это так необычно. Так необычно и так прикольно. Необычно то, что они ходят в своих одеяниях. А тут они все раздеваются. И это вообще, ну не зрелищно, но интересно. Что они тут позволяют себе. Они себе позволяют тут пить, кушать, курить. Вон, например, вот человек курит. Вот. Он арабка чилит. Да. Что еще? Ну все. А так здесь очень классно. Очень. Ну все, мама. Я какая-то сумасшедшая, наверное, да? Короче, не знаю, что с ним делать. Он просто не отходит от меня. Так, мои хорошие. Вот такое платье обзор. Я просто офигенское покупала. Я его... Блин, откуда оно вообще? Платье. Короче, платье вроде бы покупала в Катон. Что-то такое. Года два назад. И до сих пор его ношу. И считаю, что оно просто... Это моя рубашка, если что знаете. Итак, друзья, у нас немножко не вышло. Давай приложим. На карточку. Конечно. Мы как обычно сейчас уедем. Мы как обычно не успеваем. Мы как обычно делаем все так... Где карта? Что это? В общем, друзья, я вообще не знаю, как здесь все звучит. Я хотела выйти в платье. Мама заставила мне на эти бошки. Потому что у нее вот как бы слишком открыто. Мама попривай, да? Да. У меня слишком открыто. Здесь в Макдональдсе продают очень классные, необычные мороженки. Мы всегда берем мороженку Oreo. Она бомбезная и, конечно, отличается от мороженки в России. Не совсем это такая, знаете, история про карамель, бисквит, как привычно там мы пробовали в России. Но здесь, не знаю, что у нее такого необычного, но прям мороженое само по себе очень вкусное. Мы с папой королевкой спустила очень круто. Вот в Макдональдсе, где там вот этих песен. Давай я тебя сфоткнусь. Russian! Наши русские! Вообще я везде. Хочу шашлык. Хочу шашлык. Хочу шашлык. Серьезно? Прям как на майске. Жестко. Ты не хочешь? Ну... Хочу шашлык, хочу курицу. Хочу домой. Что? Хочу домой. Нет. У меня жаско обгорел нос. Влог. Сказали мне снять. Образ. Вот такой образ. Кроссовки. Шорты. Маечка. Все как надо. Это четвертый этаж. До свидания. Так. Шить. Здравствуйте. Мы здесь стоим. Почти каждый раз в 7 утра. Сейчас мы идем назад. Я вообще что-то не исполнил. Ну, приятно. А потом мы пойдем в бассейн. Ребята, еще хотела показать то, что в Дубае обязательно нужен переходник, либо его нужно просить на рецепшене, потому что мы столкнулись прямо с проблемой. Мы, во-первых, его не взяли, а во-вторых, не все работают даже переходники, поэтому проверяйте. Блин, мне так нравится кофейня в нашем отеле. Мы пришли в бургер Nui Salt, тестить бургер всяким. У нас вышел вот такой чек. Мы взяли один бургер знаменитый. Chicken Crips. Правильно. Надеюсь, произнесу. 45 декам. Это около 1000. Тысяча с чем-то. Вот. кола и айс лата. Вот сейчас я вам сделаю обзор, покажу вообще, как тут здесь. Потому что мне прям очень советую. Оно такое атмосферное. И говорят, здесь безумно вкусный бургер. Пробуем? Давай. Ммм. 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 Ребята, это что там? Unreal. Это очень вкусно. Ребята, я в восторге просто. Мы теперь сюда будем ходить. И бургер этот, он просто нереальный. Это вам говорит человек, который не ест бургеров. Ребята, мы нашли какую-то пекарню. Ммм. Мы сходили в какой-то супер классный магазин продуктовый. Скажу, что он не дешевый. Он считается, грубо говоря, дубайская такая азбука вкуса у них. Вот. Сейчас покажу сначала... Ой, тарталетка перевернулась. Покажу тарталетку, которую мы купили в этой кондитерской. Стоила на 26 дирхам. Я напишу, сколько это на рубли. Так, вот такая вот большая тарталетка. Дальше у нас идет дрэгон фрукт. Мы хотим завтра на пляж вот такую коробочку взять. 11 дирхам. Магазин дорогой. Мама купила вот такую вот курочку. Не буду ее доставать. Но там грудка за 1 запеченную. Такое дело у нас вышло... Ой. Что тут? Магазин. За, грубо говоря, 37 дирхам. Так, доброго всех дня. Сейчас мы собираемся в Dubai Mall. Не знаю, получится у нас сегодня какой-нибудь шопинг кабинет. Потому что я сейчас крайне разочарована в ассортименте любого вообще сегмента. И люкс, и не люкс. И вообще, кстати, показываю. Это масло для ресниц. Я сейчас пока что их пользуюсь. Что я там по бренде говорю? В общем, сейчас как-то все проблематично. Раньше ездили там на шопинг в Dubai. Но то, что я сейчас вижу, это очень грустно. Нет ничего достойного. А если что-то есть, то это стоит безумных денег. И я вам скажу так. Что в Москве намного все дешевле. Здесь дороже все. Я не говорю о каких-то другим брендах. Там люкс и не люкс. Потому что там объективно ничего нет. В Labitone вообще нет никакого. Нормально нет. Ни кроссовок. Ну блин, мне не нравится. И я не прям готова отдавать какие-то деньги за то, что я не буду носить с удовольствием. Наверное, это будет завершающий день этого блога. Я, конечно, буду снимать каждый день. Сыворотка спасения. Я ее разыгрываю в своем Телеграме. На момент наступления 400 подписчиков. Поэтому там, по-моему, хватает 20 подписчиков до 400. Я думаю, уже совсем скоро мы увидим победителя. Что происходит опять? Сыворотка спасения. А ты меня так смеешь? Я просто, знаешь, пошла шкаф одеваться там за дверью. А, Сыворотка, Сыворотка спасение мое. О, мне там не хватает для блога. Ты личико делал? Другой вид. Вот это красиво. Жесть! Короче, что мы можем сказать по люксу? О, фонтаны. Невероятные очереди абсолютно везде. Картина, бутон, пиор. Вообще все, все, все. Как вам такая, что ли? Мне мама говорит, что ничего туда не положу. Мне кажется, это прикольно. Мы сейчас в Майкл Форс. Ну, ассортимент как бы так себе в Армане поинтереснее. О, у тебя такие вот формы? Да. Арманы. Нравятся тебе или нет? Они прям внутри очень такие. Они прикольные. Я нашла просто шикарную сумочку. Я ее так хочу. У нее внутри классное место. Смотрите, куда мы пришли. Мы пришли в ту самую Зару. Это что, реальность? Я в шоке. Так, у нас вот такой вот набор сейчас будет. Платье кружевное, майка, рубашка. Мне очень понравилось из кружева. Тоже платье кружевное летнее и какое-то базовое. Мы, конечно, легендарные джинсы из Ары обязательно 100% всего не купим. Я вам спойлерить не буду, но тут очень что-то красивое. Ребят, ну это стилек. Вообще. Мне очень нравятся джинсы, конечно, это не мой размер. А это 38-й. Он мне большеват. Но мне нравится то, что вот если поднимем тарю, да, они небольшие. Но если мы их опустим, тут уже все по-другому заиграет. И я очень хочу вот это платье. Оно шикарное. Я сегодня не сняла в нем, потому что я интрижку закинула. Оно стоит 269 дирхам. И оно, кстати, мне большевато. Я возьму, наверное, размер XS. Вот. Вот это платье не стало мерить. Вот эти лучше платье. Это как Терминатор. Ну вот так и была, как тех. 825 евро. Мне они больше нравятся, чем в Киевине, намного. В последнее время мне стали нравятся вот такие объемные сумки. Кстати, вот такие тапки есть от Хлоя. Это бюджетный вариант. Мне кажется, уже это немного анти-тренд, нет? Что? Вот эти вот опухлые. Мне уже это как-то не очень кажется. Знаете, где какие? 250. Чего, дирхам? Да. Какая классная. Малышка. Мне прям нравится стилёк. Виктория. Сколько? 225. 200. Блин, я так расстроена. Виктория Сикрет одна из самых красивых во всём мире закрытая. Это просто какая-то мини-версия Виктория Сикрет. А я прям суда мучалась. Мне так нравится такая тема в Дубае. Вот Найт Баю. Это, походу, делает какую-то реставрацию форсов. Здесь. Очень красиво. Ребята, сейчас просто такой треш произошёл. Смотрите. Ну да, туалет. Мы зашли в мужской туалет. Карабом. Абсолютно случайно. И нам говорят. You are welcome. Так, сам прикол в том, что я ещё такая иду с ним в туалет. И я иду так уверенная, что это женский. Подхожу, значит, такая. Думаю, что мне как-то мужик косо смотрит. Ну, думаю, хоть... Ну, просто засмотрелся. Я зашла в мужской туалет в арабской стиле. Так, у нас тут Старбакс и футбасский чизкейт. И у меня как обычная лата с карамелью. Мама говорит, что это безумно вкусно. Это намного вкуснее, чем тарталетка, которую мы ели. Тарталетка была, на самом деле, стряк. Кукис, кстати, ничем сильно так не отличается от Кукиса, который делают у нас в России в Старсе. Вот. А ещё мне сделали идеальный айс лата. Хочу добавить то, что они перестали писать фломастерам имена. Это так грустно вообще. Постали, видимо. Я не знаю, почему так. Может, они неразборчиво пишут или что. Почему такое нововведение? Для меня Старбакс всегда был таким, ну, я не знаю, классным заведением, где можно получить такой стаканчик с твоим именем. Да его. Это что за кое? Не подскажите? Это, короче, чтобы на следующий раз, понимаете, чтобы так не идти, как мы бегали сейчас. Ты вот сейчас что-то пытаешься взять. Короче, мы сейчас поедем в женском вагоне. А, чё-чё-чё-то. Женский вагон нас ждёт.